Этим летом загородные оздоровительные лагеря будут работать в особых условиях. В текущем году деятельность детских стационарных учреждений будет осуществляться строго в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. Обеспечение безопасности здоровья детей будет стоять на первом месте, поэтому все лагеря будут работать в закрытом режиме. Прежде всего это социальное дистанцирование детей. Не будет общелагерных мероприятий. Основная воспитательная работа будет проводиться у нас поотрядно. Абсолютное большинство мероприятий рекомендовано лагерям проводить на свежем воздухе, на улице. Будем надеяться, что погодные условия нам это позволят сделать. Затем, конечно же, в той же столовой питание детей будет осуществляться с соблюдением социальной дистанции. Путевки в детские санаторно-оздоровительные лагеря будут предоставлены в первую очередь детям-сиротам, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям медицинских работников, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь рязанцам, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция. 16 июля начал работать лагерь «Ласточка». По 22 июля откроют свои двери еще пять детских оздоровительных учреждений на территории Рязанской области. Все лагеря, которые начнут работать, а это у нас лагеря «Солнечный», «Радуга», «Ласточка», «Орбита», «Сатурн» и «Смена». Они уже получили заключение Роспотребнадзора и готовы к приему детей. И вчера первый лагерь «Ласточка» принял детей. Это воспитанников нашей Елатомской школы-интернат для детей-сирот. Они уже начали свой отдых. Ну и вот в ближайшие дни во все остальные лагеря заедут дети. В этом году количество отдыхающих составит не более 50% от плановой наполняемости лагерей. Данная мера предпринята для того, чтобы была возможность всех расселить с учетом новых санитарных правил. За оставшийся летний период в здоровительных лагерях смогут отдохнуть около 1 тысячи детей и подростков. Семен Иванов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».